Мой первый удачный GMG. Я знаю, что вы любите пикантные истории из моей жизни, и их у меня есть много. И сегодня я расскажу о том, как я занялась сексом втроем, где было две девушки, один мужчина. И это был удачный опыт. Потому что надо сказать, что у меня были и неудачные попытки, и неудачные они были тем, что мужчины портили весь процесс. Уж извините меня, но получалось так. Почему? Потому что как только мужчина считает, что в сексе втроем, где участвуют две девушки и он, он главный, вот тут-то он все и портит. Потому что главный в сексе втроем с двумя девушками – это девушки, это контакт между ними. И я расскажу как раз об удачном опыте. Я почувствовала, что вообще-то мне как-то очень хочется попробовать секса с девушкой. И как же это осуществить? И такой я думаю, ну, как-то вот именно знакомиться с одной девушкой достаточно проблематично. Особенно я знаю, что у меня же много желаний в сексе может возникнуть. И когда будет мужчина, это тоже хорошо. И я решила, что можно на определенных сайтах, где люди ищут что-то такое пикантное, зарегистрироваться и там себе что-то подыскать. И действительно, достаточно быстро на мое объявление откликнулось несколько пар. И одна пара, мы немножко с него попереписывались, они недалеко от меня жили. Думаю, ой, приятный я мужчина и женщина, ну вот так вот по фотографиям. Надо встречаться. Мы встретились в кафе, и когда я вот к ним пришла, смотрю на них, и самое главное, вот как-то к девушке. Она улыбается, она как-то очень хорошо реагирует на мои слова. Мужчина, вот то, что называется, вот не портит. Очень вежлив, с чувством юмора и с очень хорошим отношением вот к своей половине. Это такая семейная пара. И как-то смотрю, очень хороший между ними контакт, и очень хороший контакт у меня с этой девушкой. Думаю, надо встречаться. Мы, ну уже в интимной обстановке, мы заказали сауну, сняли ее. Я предложила, я говорю, давайте я какую-то часть оплачу. Без колени, не, не, ну что ты, это вообще наш подарок, мы как вот в гости тебя приглашаем. Все хорошо, я говорю, ну отлично. И мы пришли в сауну, разделись. Но, понимаете, поскольку для меня, ну вот все телесные радости, они для меня прекрасны. И мне, ну как-то раздеться достаточно просто, потому что, ну и как-то очень хорошо отношусь к телам. Я достаточно легко, быстро разделась. И это им тоже позволило как-то вот так легко раздеться. И еще нужно оговориться, что эта пара, у них у каждого второй брак. И, ну так вот, мы немножко когда сидели и разговаривали в сауне и в кафе до этого, они как раз сказали, что понимают с опытом, что все равно хочется разнообразия. И поэтому в этом повторном браке они решили, что они, ну, не будут вот такими сильно традиционными закрепощенными, и все-таки будут что-то пробовать. И поэтому вот сейчас у них появилось такое желание вот попробовать с девушкой. Они вот меня выбрали и очень хотят поэкспериментировать. То есть такие люди с границами пошили. Поэтому вот мы быстро разделись. И дальше, понимаете, как вот, ну, я как бы знаю, что очень важен контакт с девушкой. Я как раз потянулась к девушке навстречу, и она ко мне. И мужчина нам не мешал. И мы обнимались, и мы целовались, и мы друг дружку гладили. А он как-то так, знаете, ну, то одну где-то погладит, то другую девушку погладит. Ну и просто он смотрел, любовался и прям, ну, возбуждался. Мы это видели по его прекрасному члену. Ну, и дальше, когда уже ласки такие становятся сильнее, то есть я девушку ласкала, конечно, и грудь, и ее вагину. То есть у меня прям как-то вот это накопленное желание почувствовать девушку, оно прям сильно. И я хочу сказать, что это вот часто такое бывает. Мне другие девушки, которые так экспериментировали, рассказывали, что когда две женщины вот на волне, когда хочется попробовать, сближаются, и их прям вот разлепить очень тяжело. То есть они вот хотят насладиться вот этой тонкой лаской. Ну, девушки же такие нежные, такие приятные. Им так, их это мало в жизни, и вот им хочется насладиться. И поэтому мужчине не нужно мешать первое время девушкам это сделать. И вот этот мужчина не мешал. А как только мы насладились, у нас прям возбуждение так вот увеличивается, они такие, а вот хорошо бы сейчас члена. И вот мы вот этот член, мы вместе этот член там как-то и ласкали. И дальше этот мужчина входил, сначала он входил, естественно, в свою жену. Ну, и как-то это, ну, не знаю, это было даже вот так правильно, как-то по чувству. Потом в меня, ну, и дальше у нас такая была там перетекающая, да, то есть то один ласкает, в смысле, оба ласкают меня, то мы, там, мужчины, и я ласкаем его супругу. То есть, ну, это вот такое, понимаете, как секси втроем, это все, ну, ласкают друг друга, и все делают, ну, хорошо. И когда появлялось у кого-то какое-то желание, а давайте вот так, да, мы вот делали это, вот это. И пикантная ситуация заключается вот в чем. Почему этот секс был такой удачный? Потому что мы с ними распрощались, поблагодарили друг друга, и где-то через неделю мне звонит девушка и приглашает меня на свидание. Меня одну, чтобы я встретилась с ней одной. Понимаете, как ей настолько понравилось, и настолько, видимо, захотелось пережить это еще раз, но без мужчины, что она позвала меня на свидание. Это было вообще впервые в моей жизни, и я с удовольствием пошла. И мы уже занимались сексом с ней вдвоем. Но это уже другая история. Подписывайтесь на мой канал. Я говорю о сексе с удовольствием. Продолжение следует...